Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Канакова онлайн. В этом выпуске поговорим о вакцинации от ковид. В отличие от крупных городов, Канакова в меньшей степени ощутила удар ковид, благодаря вовремя принятым мерам предосторожности. Для кого-то все неудобства от вируса проходят в виде ношения масок и перчаток, но есть и те, кто в полной мере прочувствовал всю его опасность. Таня, здравствуйте! Как вы узнали, что у вас коронавирусная инфекция? Ну, во-первых, это резкое ухудшение общего состояния и развитие пневмонии за полтора суток. Как протекала болезнь и долго ли пришлось сидеть на карантине? На карантине я сидела две недели, протекала, но если честно, то первые симптомы закончились довольно-таки быстро, потому что я быстро зазвенела в звоночек и поехала на КТ и принимала лечение, положенное лечение, витамины и антибиотики. Поэтому, в принципе, я выкарабкалась-то быстро, но после месяца, наверное, как прошел, коронавирус о себе дает знать ударом по всем внутренним органам, по заболеваниям мышечной системы, костной системы. То есть он бьет по органам там, где у вас уже есть проблемы. И как теперь, уже пережив болезнь, вы защищаете себя в окружающей среде? Я руки теперь чаще мою. Сегодня в мире с его запретами и ограничениями нас ждет еще одна мера, которая, возможно, поможет сократить продолжительность пандемии – массовая вакцинация. Давайте поговорим о прививке от ковид с Ольгой Игоревной-Прусак, заведующей терапевтическим отделением Канаковской поликлиники. Какие вакцины доступны жителям нашего города? Жителям нашего города доступна вакцина «Спутник Ви». Двухкомпонентное. Где и как можно сделать прививку? Прививку можно сделать у нас в поликлинике ежедневно с 8 до 16 часов, кабинет 73 на третьем этаже. Записаться на прививку можно по телефону 4-28-80 или можно записаться на сайте госуслуги. Есть какие-то побочные эффекты у прививки? Чего ожидать? Ну, у любой прививки всегда могут быть побочные эффекты. И то же самое у этой вакцины есть, но они незначительные. Небольшой подъем температуры в первый день, 2-3 после вакцинации. Может быть, познавливание, головные боли. Но, как правило, эффекты эти очень выражены у незначительного количества людей. Есть ли какие-то противопоказания к прививке? Стоит ли заранее об этом подумать тем, кто собирается идти на вакцинацию? Да, обязательно, конечно, надо об этом подумать. Противопоказанием для проведения прививки является острое респираторное состояние, которое есть у человека на данный момент, сопровождающееся подъемом температуры. Это онкологические заболевания. Ну и, в принципе, наверное, все. Возраст не является противопоказанием для этой вакцины. Ольга Игоревна, а Вы сами планируете делать вакцинацию? Я переболела сама. Имею достаточно высокий тетр антител, поэтому сама делать вакцинацию пока в этом году не буду. А примерно сколько человек в нашем городе пришли к Вам делать прививку? Есть ли статистика какая-то? Ну, статистика есть. Я, к сожалению, четкую цифру сказать не могу. Но мы начали в конце января делать прививки. У нас где-то, ну, около двух тысяч первый компонент уже сделали. Люди идут активно на прививки. И сейчас, вот мы сегодня работали день, у нас в течение дня 80 человек прошло. Из них 65 были на второй прививке, второй компонент делали. И 15 человек пришли, сделали первый компонент прививки. За последние 100 лет на человечество обрушилось три мощных респираторных вирусных инфекции. Один из них – ковид. На данный момент заразившихся более 119 миллионов человек по всему миру. Конечно же, в наши дни бороться с инфекцией есть больше возможностей. Но и распространяется. Вирус гораздо быстрее, чем его предшественники. Вы планируете сделать прививку от ковид? Ну, вообще-то, да, планирую. Ну, в дальнейшем, в будущем. Когда? Ну, может быть, весной, потому что... Посмотрим по ситуации. Спасибо большое. А вы, молодой человек? Нет, к сожалению. Не думаю, что что-то сделать лучше. Лучше. Останусь так. Организм крепкий пока что. Нет, не планирую. А почему? Ну, есть свои выводы, которые в отрицательном отношении к прививкам у меня. Поэтому детки и я не прививаемся. Нет, не планируем. Мы переболели с мужем. Хорошо. Все хорошо прошло у вас? Нормально перенесли? Нет, тяжело переболели. Очень тяжело. Муж в ковидном госпитале лежал. Я тоже непросто. Скорее всего, нет. Потому что с хроническими заболеваниями как-то страшно, потому что это может все нездраво сказаться на самом деле. А вы планируете сделать вакцинацию? Да, думаю. В конце туда потеплее как будет, сделаю. Процесс вакцинации от ковид добровольный и носит рекомендательный характер. Принимая решение о том, делать прививку или нет, взвесьте все за и против по отношению к себе и только к себе. Мойте руки, носите маски. Берегите себя и своих близких. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конаково онлайн. До встречи в следующих выпусках.